Всем привет! С вами Ира Кураж, и мы продолжаем проходить Mass Effect. Ну и, во-первых, спасибо огромное всем вам за поздравления, мне чертовски приятно, и вас всех с наступающим, точнее, уже наступившим Новым Годом, когда вы это смотрите. Мы с вами отправимся сейчас искать Архангела, ну, я думаю, сейчас немножко поменяем нашу пати. Я таки переоделся в броню Красного Дракона. Эээ, воспламенение, оружие, пистолет и пулемёт, и крубокалиберный пистолет. Добавим этого, товарища. А у тебя что? Крупнокалиберные пистолеты и дробовики, а ты? Штурмовые винтовки, снайперские винтовки. А-а-а, вот это интересно. Ну, давайте пока вот так сходим. Ну и насчёт очков-навыков. Мы пока себе ничего не будем приобретать. Заморозка, да ну её нафиг пока что. А Джейкобу всё приобретено у Мордина. Ну, последуем совету Тима Гала, давайте всё, что можно. Приобретём второго ранга, чтобы у нас был максимальный выбор... Эээ, а здесь, кстати, нет восстановления. Эээ, ладно. Ээ, чтобы максимальный выбор обилок был? Так, и Шепард. Ну, Шепард как есть. Пошли. Судя по карантинным отчётам, чума полностью вылечена, Шепард. Ассистент доктора Солоса помогал всем пациентам с осложнениями. Прекрасно. Знал, что он справится. Я также получал доступ к переписке между группами наёмников, касающиеся планов на Архангела. В загробной жизни есть их вербовочный пункт, где, возможно, найдётся полезная информация. Единственное, что мне в этой броне очень не нравится, то, что у нас лицо закрыто. А мы можем как-то это вообще поменять? А? Шепард. Шепард. Блин, а у нас где-нибудь ин... Нет. И этого... Инвентаря у нас нет. Вот чё. Ну, окей, будем ходить пока с этой. С банкой на голове, чёрт бы с ним. Мм, вербовщик. Так. Настало время поговорить с ним и завербоваться. Добровольцы такие. Хе-хей, мы хотим охотиться за головами. Говорят, вы набираете людей. Мм, почему бы вам не войти? Деньги по окончанию работы, как и остальным. Следующий. Ваша троица может натворить дел. Ищете хорошие драки? Точно. Вот куда стоит пойти после Архангела. Вот куда. Стандартная плата, 500 кредитов каждому заплатят, когда выполните работу. В случае смерти друзья ваши доли не получают. Вам понадобится оружие и броня. Так, эту проблему вы уже решили. И нет, от этого ты не сделаешься членом синих светиль в затмении или кровавой стаи. Ты вольный стрелок. Вопросы есть? Давайте пораспрашаем его. Почему торговцы объединились, чтобы уничтожить Архангела? Недавно на Омеге, да? Он делает все, чтобы насолить нам. Грузы идут пустыми, операции раскрываются. С каждым месяцем все хуже. Тарек и другие боссы устали терять кредиты и людей. Он так хорош? Сколько боссов-наемников участвует в атаке? Да, Тарек командует синими светилами, но все три босса тоже приглядывают за операцией. Джаред возглавляет затмение, Гарм — глава кровавой стаи. Главное здесь Тарек, что бы там те ни говорили. Удивительно, как они вообще согласились. Думаю, они пойдут на все, лишь бы разделаться с Архангелом. Что будем делать на месте? Как будем брать Архангела? Наемники расскажут, когда доберется. По последним слухам, сколачивают разведотряды из вольных стрелков. Они должны отвлечь внимание Архангела, а мы попробуем пробиться через его оборону. Значит, мы просто пушечное мясо? Не хочешь, не ходи. Но если все пройдет гладко, легкие бабки. Кроме того, не сразу же он вас всех уложит. Ммм, как приятно. То есть, типа, нанимаем, не знаю, там, тысячу людей, платим им в 30 раз меньше, чем можно было бы платить. Но зато в итоге, ну или нет, обещаем им заплатить нормально, но выживет из них, типа, сотка. И, как бы, получается, то на то. Что-то многовато проблем из-за одного парня. У него была целая команда, но с ними мы расправились. Он остался один, но у него есть преимущество. Это его база, и он знает, что мы и делаем. Он прекрасно подготовился к обороне. Мы потеряли много людей, пытаясь его достать. Нелегко будет, то вытащить. Да, как выманить ворка из канализации. Поэтому мы и нанимаем бойцов. Рано или поздно мы его достанем, если продолжим посылать бойцов. Эм, Саус Парк. Операция «Подставь Черножопова». Где такой он? Здесь операционная база Архангела. Он прятался прямо у нас под носом. Не могу точно сказать где, но вас довезут. Куда мы пойдем? Иди в гаражу за клубом. Один из наших ребят там тебя подберет. Давайте следующего. Эй, записываться здесь? Ты слишком молод для наемника. Я не мальчишка. Я вырос на Омеге и умею стрелять. Как Архангел. Я могу за себя постоять. Не зря же я выложил 50 кредитов за пистолет. Забери свои деньги. Эй, что? Просто поверь мне. Позже поблагодаришь. Ну, я надеюсь... Я надеюсь, что мы чувака спасли. По крайней мере, если бы он пошел, ну, может быть, ему бы досталось. Где карта? На какую станцию? Вербовщик-наемник? Загробная жизнь НИС. А, нам в транспортное депо или куда? Перелет в зону карантина, рынок Омеги. Ну, наверное, да. Нет, нет, нет. Ладно, давайте попробуем в транспортное депо. Потому что он сказал, что вроде это где-то рядом. Соответственно, куда ближе уже, наверное, невозможно. Попробуем побежать. Хотя это всегда сложно. Шепард, по-моему, немножко прихрамывает при беге, вам не кажется? Шепард. А, Шепард далеко не всегда еще готов бегать. Вот оно что. И периодически еще и подпрыгивает. А, во. Нормас. Кто нас подберет? Никто нас не подберет? А, вот. Наверное, водитель синих светил, с которым мы до этого говорили. Он просто такой, а ты че, ты кто? Я на задании. Надеюсь, вы готовы. Архангел у вас вольных стрельков валил только так. Если вы готовы, то я тоже. Залезайте. А, нам опять предлагают выбрать отряд, но я бы хотел теми же ребятками и продолжить. Так, здесь мы уже все сделали. Давайте посмотрим, что у нас с вооружением. У Шепарда М6 палач, а какие у нас фаланга хищник. Ну, честно говоря, мне фаланга-то больше дальше нравилась, но я так понимаю, чем больше М, тем круче пушка. Ну, наверное, так. Джейкоб. Плазменный драгобовик гетов. Наверное, да. Ну, да, плазменный драгобовик гетов, круто. И палач. И морден. М, фаланга. А почему фаланга? Давайте ему тоже палач дадим. Во, нас аж на таксошке довезли. Наконец прислали кого-то, умеющего драться. Тебе рассказывали, с чем нам придется столкнуться. Вербовщик рассказал только в целом. Если бы все знали правду, мы бы не собрались только на юге. Архангел закрепился в здании в конце бульвара. Он занял отличную позицию. Единственный способ к нему добраться по мосту, который простреливается, простреливаемому мосту. Он устал и делает ошибки. Мы его быстро возьмем. У вас, ребят, есть план? Небольшой отряд готов проникнуть в его логово, но нужно завязать перестрелку с Архангелом, чтобы они смогли войти. И что нам делать? Точно. Вы будете в отвлекающем отряде. Ваша задача – перейти мост от леща Архангела, чтобы штурмовый отряд смог ударить ему в спину. Кажется мне, что это миссия самоубийства. Вроде как. Ну, думаю, вы с этим справитесь. Идите по бульвару до третьей баррикады. Переговоритесь с сержантом Кавкой, он скажет, когда начинать. Значит, мост – единственный путь к его укрытию? Точно. Архангел разрушил все подземные переходы и запечатал двери, ведущие на нижние уровни. Несколько групп копают, но на это уйдет слишком много времени. Если удастся починить летуна, то это поможет, но надеюсь, что штурмовый отряд справится с заданием, и мы вернемся по домам. Они использовали летуна, чтобы справиться с одним парнем? Да, и Архангел подбил его. Не смог уничтожить, но знал, куда попасть, чтобы вывести из строя. Это был нечестный бой, по крайней мере, для него. Чё-то перевод страдает. Перевод страдает. Я прям слышу, что они говорят, читаю, что написали переводчики, и морщусь. Но я не готов, конечно, браться, править перевод вот так на лету. Но, если что... Ну, бр... В первой части хотя бы было хорошо, я не знал вообще оригинальных слов. Здесь, конечно... Бр... Тяжело, короче. Диссонанс. Где сейчас штурмовый отряд? На том конца моста, у его укрытия. Ближе они незаметно подойти не могут. Как они подошли так близко, оставшись незамеченными? Масса отвлекающих действий. Тарек использует летуна, чтобы занять Архангела. Нам удалось провести несколько бойцов к его укрытию, прежде чем он сбил летуна, но они там теперь застряли. Нам нужно отвлечь внимание Архангела на мост, чтобы он не нашел их и не уничтожил. Что ты знаешь об Архангеле? Я не тот, у кого стоит спрашивать. Я занимаюсь логистикой. Тарек и другие боссы-наемники в некоторое время вели с ним дела. Но не удивляйтесь, если они не проявят особого желания общаться с вольным стрелком. Я иду к сержанту в кавке. Неплохая идея. На бульваре будь осторожней. Архангел уже положил там пару десятков человек. Спасибо тебе. Ладно, мы сможем проникнуть внутрь, но выбирать снаружи будет куда интереснее. Давай сначала найдем его, а потом подумаем о возвращении. А, ну к счастью, все наши хотя бы знают, что у нас план нормальный, что мы собираемся Архангела спасти. Шепард, я просканировал местность, но нового пути к Архангелу нет. Значит, придется работать с наемниками. Тяжелые роботы, орудийные платформы обладают внушительной огневой мощью. Если ослабить их до непосредственного контакта, ваши шансы повысятся. Когда пойдет первая волна, штурмовый отряд попытается застать Архангела врасплох. Что это? Тебе что-то нужно? Ты предводитель затмения? И это твои собственные выводы? Я Джаред, глава затмения на Омеге. Чем могу помочь вольному стрелку? Во-первых, почему затмения на Омеге? Если уж ты заинтересовался, затмение контролирует почти 20% Омеге. Наши транспорты и техника продолжают доставлять нулевой элемент. Хорошая организация. Затмение работает как хорошо смазанный механизм, но на Омеге совершенно отсутствует организация. Это постоянный дилерсфер влияния. Приходом Архангела все еще больше запуталось. Почему Архангел доставляет вам столько неприятностей? Спроси его. Я здесь, чтобы сделать как можно больше денег. Мы не затем пришли на Омегу, чтобы подчиняться законам и уставам. Он пожалеет о самой мысли отправиться на Омегу. Поверь мне. Похоже, это личное. Месяц назад он ограбил мой транспорт. Убил пару лучших оперативников. Одним из них был мой брат. Так что да, пока что очень личное. Точнее, не пока что, а что-то. Что тебе известно об Архангеле? Что жить ему осталось недолго. Это все? Похоже, никто про нее ничего не знает. Оглянись вокруг, и все поймешь. Он умен, у него есть ресурсы, и он опасен. Но мы загнали его в угол. Недолго ему осталось нас дурачить. Могу я еще чем-то помочь? Откуда он взялся? Кто он такой? Даже его собственная команда этого не знает. Когда мы получили его тело, возможно, сможем узнать больше. Правда, это будет уже не так важно. Я пойду. Послание Тару. Я говорил с Гармом. Он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. А вот это интересно. А вот это, наверное, за эту информацию Ария бы нам, в принципе, заплатила деньжат. И они такую штуку оставляют просто лежать на месте. Ну, короче, что мне нравится, вот просто мы могли эту штуку проигнорировать и, скорее всего, потеряли бы какой-нибудь сайт-квест, а может быть, даже поддержку Арии. Презренный человек. А ну, какой милый. Давайте поговорим с ним. Неудачно, это выбрал место, вольный стрелок. Ты вожак кровавой стаи? Звать Гармун. Это все, что тебе следует знать. Я вот сижу и жду, когда вы, вольные стрелки, наиграетесь в войнушку. Задавай вопросы и пошли. Ну, давайте узнаем про кровавую стаю. Кто они такие? Чем занимались кровавая стая на Омеге? Мы были его мускулами, и если нужна была крыша или нужно было кого-нибудь убрать, обращались к нам. Кровавая стая, повсюду на Омеге. Все любят нас, и все нас ненавидят. Благодарь, Архангел особенно себя ненавидит. Да, он просто чванливая задница, не уверен, что там вообще мозги есть. Но он платит моим людям и дает мне денежную работенку. Я сам его сегодня достану. Вот увидишь. Мне одному доводилось схватываться с ним один на один. А, стоп. Это... Это уже... Ладно, про Архангела. Ну, что ты знаешь об Архангеле? Он как заноза в заднице. Он турианец, и смотреть на него малость неприятнее, чем на тебя. Он храбрый, пока не поймет, что вы круче, чем он ожидал. Похоже, у тебя с ним личные счеты. Однажды он попытался меня прикончить, дождался, пока я останусь один. Это был самый длинный бой в моей жизни, но я продержался до подмоги. В конце концов, не так он был и крут. Мы за ним гонялись по всей Омеге. Мы почти взяли его, но скользкий ублюдок смылся, прежде чем удалось его прижать. Когда атакуют кровавая стая? Чёртов Тарик хочет, чтобы мы ждали. Ненавижу ждать. Но он говорил, что синий светил, разработали планы, не хотят, чтобы мы им мешали. Ха! Мы должны ждать, пока затмение выведет технику. Посмотрим. Выступаю. Выступаю. Чё за формальные отчёты? Ну, как минимум, мы зато... Да-да-да. Нужен ты мне. Ух ты. Ой. Ой. А тут началось, да? Учёт поступления денег в защиту. А если... Ладно, чёрт с ним. Так, белая... Вот это. Нет, не вот это. Вот это. Вот это. Так, много синих. Много синих, много синих. Чё-то не вижу. А время-то идёт. Вот. Раз. И... Начало с белой строчки. Похоже, нет. Нет. Вот это. Отлично. Ай, молодец. Даже не сохранились. А что тут происходит? Там кто-то куда-то прям вдаль стреляет. Э. Ну ладно, давайте пока повзлобуем дверки. Чё нам? Что нам строить? Дом построить. Ой, это какой-то очень простой обход. Да, я всё время забываю сохраняться, а потом вспоминаю, что я как-то вышел, не сохраняясь. О, урон пистолета-пулемёта. Элементы питания. Ммм, прикольно. Мы нашли патроны для тяжёлого оружия. Пригодится. Их не очень много. Так, там какая-то техника здесь, я так смотрю. Хую. А, помощник Кавки. Ну давай. Кавка? Кавка. Кавка. Сержант Кавка. Мы его знаем? А, вы должна быть та группа, о которой упоминал Салки. Вы как раз вовремя. Салки? Вы встречались с ним после вывроски. Он радировал о вашем прибытии. Вы трое не похожи на обычных наёмников. Но... Штурмовый отряд подаст нам сигнал. Архангел не догадывается, где они. Есть вопросы? Возможно, это ваш последний шанс. Давайте про всё поспрашиваем, чё нет. Про мост расскажи. Что? Так значит, мост единственный путь? Пока не починим литунай или бластеры не прорубят туннель. Так вот, у нас есть план. И всякие твои великие идеи здесь неуместны. Просто делай чёртову работу, получай кредиты и вали домой. Ммм... Прямолинейен. Ну... Ну, на самом деле, это их хорошо отчесть. Как штурмовый отряд собирается уничтожить Архангела? У них есть два варианта. Они перейдут в рукопажную и прикольят, что блюдко лицом к лицу. Если не получится, остаётся взрывчатка, но нужно время, чтобы её заложить. Так значит, план прыгнуть через стены и двигаться к зданию Архангела? И постарайтесь не гибнуть сразу. Всё равно, пока живо, вы лишь отвлекаете Архангела. Ну, вообще, это не обязательно. Просто привлеките внимание Архангела к мосту. Штурмовый отряд сделает остальное. Вы прикроете нас литуном? Ха, точно. Тарик умеет им управлять. Да, ещё он не готов. Этот ублюдок Архангела здорово потрепал литуна во время последнего вылета. Ещё немного покопаться, он будет как новенький. Почему ты управляешь штурмом и чинишь литуны? Я в штурмовой группе. Наш отряд координирует действия с литуном. Я стою в тылу, чтобы организовать вольных стрелков и удостовериться, что литун готов на случай, если он нам понадобится. А я надеюсь, нам... Ну, то есть, смотрите, у нас в первой части было, короче, трое людей, правильно? В команде. И трое инопланетян. Сейчас у нас команда просто огромная. Я надеюсь, что у нас будут и вот эти вот ворка, и там вот вампиры эти грязные, вонючие. Ну, то есть, чтобы максимально разнообразить наш потенциал, это было бы дико круто. Я просто не знаю, кто у нас будет в команде, поэтому надеюсь, что будут все. Я бы со всеми поработал, всех историю бы послушал. Ну, наверное, в путь так в путь. Вы возглавляете штурм? Вот еще. Старых мне за риск не платят. Я только составлю план атаки и починю чертова литуна. У вас вольных стрелков есть привилегии. Вижу цель. Пошли. Проверка. Отряд Браво. Пошел. Пошел. Че у них такие сложные лица у всех? Архангела поджидает большой сюрприз. А это значит, что меня ничего не поджидает. Нужно починить литунаю уж точно до того, как он снова понадобится Тараку. Хоть даже я засунул инструментрон. Ну что ж. Похоже, времени у Архангела немного. Если хотим помочь, ему надо спешить. А мы вместе с ними будем, типа, штурмовать или как? Ой. Ну же, устроим этим ребятам сюрприз. А, то есть мы сейчас чувакам в стену зафигачили? Нормально. О, ну все. Нас уже запалили, что мы с Архангелом. Черт. Сзади. Главное, сзади никого. Это радует. Ну, и теперь главное, чтобы еще Архангел не сдох. Здесь никого? А, нет, есть. Блин, нам так щиты быстро сбивают. Это вообще какая-то фигня. О, аптечка. Аптечка пригодится. Надеюсь, Архангел как-то продержится без нас. Что тут? О, еще одна аптечка. Давайте все все-таки соберем. Я надеюсь, Архангел довольно-таки крепкий, потому что, ну, насколько я понял, если мы, типа, сходили на миссию, вот, например, усилители мощности инструмента урона. То есть все, что мы пропустим, будет пропущено навсегда. А сохраниться нам не дают. Эх, жаль. Ой. Отлично. Нас везде ждут. Ребята, а вы не хотите вот сюда? О, вот сюда пройти. А, да. Секунду. Я посмотрю, как у нас вернуть всех из отряда к нам. Есть приказ порастроиться. О, нам дали сохраниться. Архангел? Это ж Гарус. Шепард. Я думал, ты погиб. А, ай-яй-яй. И помните, я говорил, что, возможно, Архангел окажется Гарусом? Это Гарус. Гарус, что ты здесь делаешь? Стараюсь не утратить сноровки. Тренируюсь в стрельбе помаленьку. Ты в порядке? Было бы лучше, но сейчас я очень рад видеть лицо друга. Убивать наемников тяжелая работа, особенно если работаешь в одиночку. Что делаешь на миге? Мне надоело бюрократическая возня в патадели. Думаю, в одиночку я смогу принести больше пользы. Здесь хотя бы нетрудно найти преступников. Только я успеваю наводить и стрелять. Как тебе удалось настроить против себя все доединие группы наемников в системе терминов? Это было нелегко. Я трудился, не покладая рук. Удивительно, они объединились, чтобы меня одолеть. Наверное, крепко меня ненавидят. С каких пор называешься Архангел? Меня так местные прозвали за все хорошее, что я сделал. Мне, в принципе, все равно. Но для тебя я Гарус. Ладно. Кстати, ты здорово меня задел пару раз. Ударные заряды, вреда от них ноль. Не хотел, чтобы наемники что-то заподозрили. Ага. Если бы я хотел не только потрепать твой щит, то я бы это сделал. Кстати, ты тратишь свое бесценное время. Надо бы тебе пошевеливаться. Мы, конечно, попали сюда, но выбираться отсюда будет непросто. Да, непросто. Этот мост спас мне жизнь. На нем эти придурки, как на ладони. Попасть в них очень просто. Но это работает в обе стороны. Если мы попробуем выбраться этой дорогой, они нас черебьют. Нельзя просто сидеть здесь и ждать, пока они за нами прибьют. Все не так и плохо. Пока что мне удавалось их сдерживать. А с вами троими? Будем удерживать позиции. Дождемся, пока в их обороне появятся бреши, и нападем. План не идеальный, но все же. Как ты вообще попал в такое положение? Чувства помешали разуму. Это длинная история. Давай договоримся. Ты помогаешь мне выбраться отсюда живым, а я тебе все подробно рассказываю. Если будем действовать сообща, сможем их удержать. Верно. Здесь их численность перестает быть преимуществом. Посмотрим, что они собираются делать. Так подождите, а мы же с вами все выяснили, что они собираются делать. Ммм, похоже, они знают, что их диверсионный отряд потерпел неудачу. Смотри, разведчики. Надо полагать, это затмение. Оу, роботы? Не очень-то они похожи на обычных разведчиков. Согласен, нам стоит приготовиться. Я останусь здесь, наверху. Выгодная позиция, отсюда я смогу работать эффективнее. Ты? Ты можешь заняться тем, что у тебя получается лучше всего. Прямо как старые добрые времена Шепард. Давайте дадим эти башниям все, что мы сможем. А чем нам, простите, заняться? Я просто немножко так это увлекся. Но, видимо, мы ему помогаем. Так, о! Винтовка М-15А-защитник. Следующие члены отряда могут использовать это оружие за их. Хорошо. А что у него еще есть? Аптечка. Нам надо прорываться или что? Ребя, а наши-то там вообще помогают как-нибудь? У меня патрон закончен. Осторожнее, они подводят снайперов. Эклипс М-15А-защитник. Эклипс М-15А-защитника. Эклипс М-15А-защитника. Ну, ладно. Если наемники ввазят, то давайте-ка мы с вами поможем с базой разобраться. Где тут? Кто тут? А, вот. А где наш? М-15А-защитника. Ну? Вы берете коверку? Да. М-15А-защитника. Ребзя. Вы где? М-15А-защитника. Блин, я надеюсь, сама-то не придется переигрывать. Эй, это был биотик только что. Это был, мать его, биотик. Давайте-ка пенселин сдаюзаем. А давайте нашим дадим волю. Эй. Так, кто у нас там? О! А давайте вы спломеним его. У-у-у! А я не думал, что оно так будет хорошо работать. Если честно. Оно прям работает вообще отлично. Вы видели? Чувак просто сгорел. Просто сгорел нафиг. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, хорошо, Архангел. Посмотрим, как ты спрашиваешься с этим. О! Вперед! Проклятие, они подводят тяжелых роботов. Давайте тогда попробуем помочь ему с балкона, с этими тяжелыми роботами. Почему он по нам палит? Ребзи. Ребзи. Я так чувствую, с тяжелым роботом разбираться нам. Здесь тяжелые роботы. Да я знаю. Я видел. А где он? Ладно, хоть щиты ему сбили. Ребзи, ребзи, ребзи. Помогайте мне. Он придет! Триндец. А что с роботом-то? Робот тоже поднимается. Сволочь, на. Так. Настало время... Настало время охренительных историй. Это уже... Ай! Я не то сделал. Наших оживляем. Неужто мы справились? Да, конечно, повышенная сложность прям дает осезнать. Все. Ребзи, все. Давайте соберемся. Кажется, тут все. Идите сюда, пока они не перегруппировались. Знаете что? Пожалуй, на этом мы с вами этот эпизод и закончим. У меня немножко потрясываются руки. И встретимся с вами уже в следующем эпизоде. Когда я успокуюсь, мы сможем продолжить прорываться. Но я очень рад, что Гаруса мы встретим. Я так понимаю, он будет вместе с нами. Это будет дико круто. Ну, а пока на этом все. Спасибо Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Мишу Фомину и Звуклике за то, что продолжают поддерживать канал. Ну и всем вам огромное спасибо, что приходите, смотрите эти прохождения. Увидимся в следующем эпизоде. Счастливо, пока-пока.